И Христос, братья, за молитву, благодарю вас. Инат Тихонович, мир вам! С миром! Тут хотел еще объявление такое дать. Сейчас, сегодня, с разных сторон, везде загудели священники, что молитва, Отче наш, у Евангелия от Матфея, неправильно. Неправильно, потому что с арамейского языка, и перевод неправильный, и неправильный только первые строчки, две. Отчина, что-то никакого отца нету, это какая-то энергия просто. Ну, такое безумие, сатана уже не знает, что делать. У нас же, говорят, с греческого, ну, с греческого и что? А это с арамейского, перевели неправильно. Перевели неправильно. А почему Бульга-то, там, прямо с оригинала, Иероним Стридонский переводил, то, что Отче наш. Он дальше-то не говорит, а народ, у-у-у, вот это открылось. Ой, батюшка, да, батюшка, да, какой-то там сказал еврей оттуда. Язык меняется. Он взял какого времени, арамейский, сегодня? А спросил евреев, как переводится, наидишь, как говорят, Отче наш. Вот, даже никогда не думаешь, как сатана, какой ход может сделать. Откройте лук у Евангелия. Он из греческого, он даже не знает, что из греческого языка уже. Арамейский не трогали. А греческий откуда? С оригиналой тоже неправильно. Перевод-то сделан был из греческого. Написано неправильно. Вот такая муть прямо. Так что будьте осторожны. Отец Небесный, он покушался на личность Христа. Свидетели Иеговы, которые свидетели сторожовой башни, они покушаются на Дух Святой. Это только энергия какая-то, никакой личности нету. Видите, как сатана трясет. Русский перевод, синодальный перевод, которым мы пользуемся, наилучший за 2000 лет. Еще раз говорю. Там такие знатоки были, они еврейский язык не знали, Хвольстон Данил Абрамович, природный еврей. Да у нас тут есть он, отец Наум, еврей, Наум Израильевич. У него родители, я не знаю, живы или нет, они в Израиле были. Спроси его. Да и как молит? Ну учите молиться. А кому молиться? Энергии? Даже, ну чем дурнее, тем, говорит, умнее. Я послушал это. Неужели кто-то может это поверить? Ну кто знает, что не отчитываться ни перед кем? Бог – это личность. И Бог даровал закон Моисею на каком языке? Это там все неправильно переведено? А мы же от греха получили-то. То есть тут у него столько препоном, у шагу шагнуть нельзя. Бывает, где-то что-то задуматься надо. Ну подумайте, что сейчас, когда, говорит, вот такой-то был, вот там он, эволюция. Говорил эволюция. Он до конца был в старостой церкви. Ну, то есть, один человек был такой, говорил, чем чудовищнее ложь, тем скорее поверят. Кто это говорил? Чем страшнее большая ложь, тем люди скорее поверят. Кто знает, кто это говорил? Может, Гиббельс? Правильно, а кто он был такой? Министр пропаганды. У кого? В Третьем Рейхе, получается? Ну, у кого? У Гитлера, Адольфа Алоизовича. Вот как. И поэтому сатана это берет на вооружение. Перевод, русский синодальный перевод делали четыре духовные академии. Знания были такие, как у Павского. Он не знал еврейский язык. Он писал учебники для еврейских школ. Писать грамматику для русского языка может человек, знающий все законы этого языка. Павский. Профессор академии духовной. А там какие были знатоки, которые уже канонизированы? Митрополит Филарет, вот, Глухарев, Архимандрит. Вот такое дело. Так что, как бы, предупреждение говорю. Туда даже глаз не пускайте. Там ничего нету. Их опровергать даже нельзя. Пустое место. Бог есть личность. Я и Отец одно. А то и Христос уже... Люди говорили, первое, это вот, плотник. Сам себя не мог защитить. Вы кого уверите? Видите, оно как. И когда узнали, что кровью Христа причащается, теперь они убивают детей, режут и... Ну, вот, на этом играли. Да не играли никогда-то, а прямо совсем недавно. Еще в 60-е годы этого, 1960-е, баптистов за это брали. Вскрыли пол, нашли у них там младенца зарезанное. У меня Надежда Васильевна в школе преподавала. И там у нее школьница была. Их в семье 18 человек. 18. Если искать какие-то убитые, так это надо у безбожников искать. Ну, вот такое дело я хотел сказать. Тут я недавно стихотворение выставлял свое. Как на оленях скачут, и волки обложили со всех сторон их. И кто-то выставил полотно. Ну, я не знаю, как покрывало. И там на конях скачут. На конях. Волки так же стреляют. Но у меня написано на оленях. И мы сейчас моего покрывала сфотографировали. Я выставлю это. Стихотворение это кто-то читал? Неправда. Без молитвы так и прет называется. И это я переношу к сектантам, которые хлынули на Россию, что это было. И вот сейчас мы специально сфотографировали. Так, вопросов нет? Отхожу. 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 Отхожу.